Однако, мы очень много говорим о Турции, о Сирии, о всех вещах, связанных с катарским и турецким терроризмом на Синае руками местных боевиков, о всём, что происходит в Ливии, периодически говорим. А вот про Африку, да, ничего не говорим? Ну, Ливия – это Африка, Египет – это Африка. Ну, другая. Ну, северная Африка. А вот дальше мы почти не затрагиваем. У нас даже про Афганистан иногда мы успеваем чего-нибудь сказать. То у талибов там какого-нибудь полевого командира пристрелили, то ещё чего-нибудь такое происходит. А на последнюю четвертьчасовку сегодняшнюю, а у нас назревает ещё одна война. Война в Африке, на африканском роге. Причём война – война серьёзная. Военный конфликт открытый, может быть, самый кровопролитный за последние два десятилетия между Эфиопией и Эритреей. И вот об этом говорить уж совсем некогда. Да, Евгений Иванович, Эфиопия и Эритрея. Итак, кто не помнит, Эритрея, бывшая провинцией Эфиопии. У моря, которая находится. Была у моря. Теперь это независимое государство моря. И Эфиопия от моря отрезана. Бывшая на протяжении нескольких десятилетий итальянская колония. Завоевание Эфиопии началось именно с Эритрея. Она была в своё время, во времена ещё империи эфиопской. В середине 20 века, в 30-е годы 20 века. Частью будущей итальянской империи Муссолини. Итальянская империя не получилась. Муссолини погиб. Эфиопия отвоевала Эритрею. Только отношения остались такими же. И стала она независимым государством. После того, как побеждён был свергший император Хаэля Саласи Менгисту Хаэля Мариам. Ну вот, социалистической Эфиопии тоже не получилось. Менгисту свергли. И лидеры Эфиопии и Эритреи были соратниками, чтобы не сказать, друзьями. До того момента, как его сверли. А дальше всё. И в 90-е годы началась сразу же после победы война. Война очень кровопролитная. И это совершенно не отличается ни от какой, вообще говоря, разваливающейся империи. Наши отношения с Украиной на этом фоне просто благостны до предела. На какой-то период времени эта война затихла. Минированная граница. Помогает, да, успокоит. Да-да-да, но мало было конфликтов. Пикантно то, что Россия поставляла оружие и Асмере, и Одиссабебе. И Эфиопия, и Эритрея. Но на сегодняшний момент между основными спонсорами двух столиц идёт холодная война. И Эфиопию поддерживают Соединённые Штаты Америки. Правда смешно? Ну, а что делать? И Эфиопию, Саудовская Аравия, Эмираты и Египет. И вот тут вопрос интересный. На носу война. Большая война, об этом говорят. Одиссабебы говорят о тотальной войне. В середине июня были употреблены именно эти слова. Почему? А мы ведь с вами не один раз говорили о плотине на голубом ниле, правда? О четырёхкаскадном проекте возрождения, который снимет треть, минимум треть воды с голубого нила. Сток нила уменьшится на треть, а производство электроэнергии на Асуане в Египте на 40%. Увеличится. Снизится отец родной, Асуан, воды. Нет, какое электричество? Для Египта это катастрофа. Причём катастрофа эта начнётся в каком году? В 17-м. Ну, значит, этого не будет. Или будет. В 17-18-е годы, более того, попытка Мурсии, бывшего президента Египта, заставить армию отрабатывать военный удар по Эфиопии, привела к его свержению практически мгновенно. Военными путями остановить эфиопов, при том, что в их государстве они стремительно, они по-африкански увеличивают свою демографию, или, как бы мы по-русски сказали, размножаются. Как кролики? 90 миллионов человек уже. А за спиной у них не только Америка, но и Китай, который строит эту самую плотину. И удар по Эфиопии, безусловно, европейцами был бы воспринят, ну, как совсем. Никак хорошо тут для Египта бы не было. Что делать тогда? А тогда вы берете, находите внутри конфликт и разжигаете его. Там есть мусульмане. Там есть Оромо. А Оромо уже примерно половина населения Эфиопии. И о чем эфиопы говорить не любят, но это так. Эфиопское правительство очень жестко действует против саудовских эмиссаров в рядах Оромо, развивающих радикальный ислам. А по-русски говоря, салафизм. Высланы эфиопские саудовцы. Тем более там есть свои мультимиллионеры и миллиардеры эфиопского происхождения на саудовских хлебах возросшие. И своим единоплеменникам, помогающие отделиться от этой самой Эфиопии, как могут. Но эскалация конфликта явная. 12 июня осмыры Адис-Абеба обвинили друг друга в повышенном уровне напряженности на границе, в результате которой погибло более 300 военных и членов повстанческих формирований с обеих сторон. Два дня спустя устами представителя правительства Адис-Абеба заявила, что при необходимости она готова и может, имея явную угрозу национальной безопасности, начать против Эритреи полномасштабные тотальные боевые действия. Правда, интересное заявление. Практически все российские средства массовой информации не заметили этого. Но это далеко, Евгений Иванович. Это далеко, но это очень серьёзно. Это далеко, знаете, до того... Это даже дальше, чем Сирия. Господи, да, это дальше, чем Сирия. У нас вообще всё дальше, чем Сирия. У нас Аргентина дальше, чем Сирия. И ЮАР, о которой говорят, потому что она в БРИКС и Бразилия. Дело в том, что президент Исаия Софи Ворки, президент Эритреи, поддерживается саудовцами и эмиратами очень серьёзно. В апреле Саудовская Аравия подписала с Эритреи пакт о стратегическом партнёрстве в области безопасности и обороны. Эмираты получили в распоряжении инфраструктуру бывшей военной базы в Эритреи в качестве аэродрома-подскока для авиации в рамках действия в Йемене. Более того, эта же база – основной логистический узел для захода кораблей военно-морского флота эмиратов, которые снабжают войска эмиратов в Адене, в том же Йемене. Ну, параллельно эмираты порядка 50 миллионов долларов вложили в реконструкцию портовой и дорожной инфраструктуры Эритреи. Для Эритреи – это гигантские деньги. А для Каира очень важно с помощью эритрейцев создать, ну, то, что называется «шип в ботинке» для Эфиопии с тем, чтобы дестабилизация и давление на Адис-Абебу для помех в реализации плана по строительству большой плотины было постоянным. Дело в том, что в Египте в 17-18 году планируется уже сегодня продовольственный кризис. Для египтян тема ирригации – это тема номер один. И переход египетских силовиков к активной фазе подрывной деятельности на эфиопском направлении свидетельствует о провале, о полном провале дипломатических попыток минимизировать эту проблему. Там были соответствующие дипломатические ходы несколько лет. Ну, а сегодня за просьбами Египта в отношении того, чтобы как-то затормозить строительство, стоит Саудовская Аравия и Эмираты, и эта ситуация очень сильно меняет. Причем пикантно для нас уж точно то, что Абудаби бросил на этот участок фронта моего доброго старого знакомого, бывшего руководителя службы превентивной безопасности палестинской национальной администрации, бывшего любимца Арафата, нынешнего личного советника принца Мухаммеда бен Заяда, наследного принца Мухаммеда Дахлана. Палестинский, хороший палестинский профессиональный террорист. Он человек нужный, он нигде не пропадет. Он блестящий мастер подрывных операций, разведки, давно уже на зарплате у Эмиратов. Я почему-то решил, что его туда отправили договариваться, а не подрывать. Ну, да-да-да-да-да. Вот когда куда, да-да-да, это очень было бы забавно. Вообще, когда куда-то приезжал генерал Леонид Богданов, батюшка покойный, к сожалению, покойный нынешнего замминистра Михаила Богданова, нашего МИДа, то неважно, куда он приезжал, в частности, в ГДР, к реку Хонорку, после Афганистана, после Амина, там очень сильно напрягались секретные службы, потому что было понятно, что а вдруг это правительство сейчас перестанет править. Ну, в штазе очень напряглось, когда он в отпуск приехал в ГДР после Афгана. Вот здесь примерно то же. Когда куда-то приезжает Дахлан, тут ведь как? Он и с Хамасом много о чем говорил, секретные консультации вел. Он 12 июня, опять же, посетил Каир. И на встрече с министром ирригации, водных ресурсов и высшим составом офицеров египетских спецслужб представил план действий по дестабилизации ситуации на эфиопской-эритрейской границе. Не только у Эмиратов работают службы безопасности, но в России эксперты тоже пока есть. Этот план включал использование боевиков «Арома» при таловой поддержке со стороны Эритреи. Дахлан получил от Египта добро. 16 июня сего года, напомню, у нас на дворе 5 июля, да, мы говорим о вещах, которая произошла 3 недели назад. Он их представил эфиопскому лидеру Исаису Афеворке. Визит был согласован с Эмиратами. Необходимую подготовку для осуществления этого визита провел эмиссар фронта освобождения «Арома» Омгита Шаро, главный связной между египетскими спецслужбами и партизанами «Арома». Живет он то в Каире, то в Асмэре. Дахлан провел консультации с представителями фронта освобождения «Арома» о конкретном плане действий. И это была реакция на отказ Эфиопии от передислоцирования 2000 военнослужащих с плацдарма на границе с Эритреей в районе Ханкале, который нависает над портом Эритреи, Асаб, где, собственно, и есть база военных Эмиратов и Саудовской Аравии. Они просили Эфиопию убрать военных, Эфиопия отказала. Плюс с других направлений, с района Таджураха, туда Эфиопы в случае необходимости тоже могут ударить. Таким образом, у нас на носу большая война на африканском роге. При поддержке Эфиопии Америка. Небольшая процедура.